Ей не верилось, что он ушел среди ночи, не сказав ни слова. Она тринадцать лет прожила с ним, делила с ним постель, носила его детей. Она знала, что он никогда не был в нее влюблен, но это... Она вышла из комнаты. Семья, ее семья, их семья, сидела за столом. Энд захлеб рассказывал, как он нашел виноград. Роуз увидела Элсу и нахмурилась. «Элса!» Элси хотелось рассказать Роуз об ужасном открытии. Хотелось, чтобы та обняла ее. Но надо молчать, пока она не убедится. Может, он просто пешком пошел в город за чем-то, со всеми своими вещами. «У меня дела», — сказала Элса, понимая, что Роуз ей не верит. Она выбежала из дома и схватила велосипед Лореды. Изо всех сил, крутя педали, она ехала по густой пыли, покрывавшей дорожку. Приходилось объезжать сухие ветки и корявые сучья, которые посрывала последняя пыльная буря. Элса притормозила у почтового ящика. Ничего. В такую жару она не встретила ни одного автомобиля, ни одного фургона. Только птицы сидели на телефонных проводах. Коровы и лошади бродили, жалобно выпрашивая еду и воду. Фермеры выпускали своих животных на волю, не в состоянии ни зарезать их, ни позаботиться о них. Когда Элса добралась до Тополинова, волосы у нее растрепались, косынка промокла от бота. Она остановилась на главной улице. Мимо прошуршало перекати поле, царапнув голую лодыжку. Тополиная лежала неподвижно, точно под наркозом. Магазины заколочены, никакой зелени. Тополь, в честь которого назвали городок, почти засох. Ветер там и сям вырвал доски из дощатой мостовой. Элса подъехала к железнодорожной станции и слезла с велосипеда. Может, он еще здесь. В здании станции пустые скамейки, грязный пол, питьевой фонтанчик только для белых. Она приблизилась к кассе. В арке окошечка сидел мужчина в пыльной белой рубашке с черными нарукавниками. «Здравствуйте, мистер МакКейлвейн». «Здрасте, миссис Мартинелли». «Мой муж был здесь недавно? Он купил билет?» Кассир смотрел на бумаги на своем столе. «Пожалуйста, сэр, не заставляйте меня вас умолять выпытывать у вас правду. Для меня это и так достаточно унизительно. Вы согласны?» «У него не было денег». «Он сказал, куда хочет уехать». «Лучше вам этого не знать». «Нет, скажите». Кассир посмотрел на нее и вздохнул. «Куда угодно, только бы не оставаться здесь». «Он так сказал?» «Может, вам от этого станет легче». Мужчина достал смятый запачканный конверт и протолкнул его через железную решетку кассы. «Он просил передать это вам». «Он знал, что я приду?» «Жены всегда приходят». «Она сделала глубокий вдох, пытаясь успокоиться». «Может, если у него не было денег, он...» «Он сделал то же, что и все». «Все?» «Мужчины по всей стране бросают свои семьи. Мужья и жены бросают детей и родных». «Я никогда ничего подобного не видел». «Мужчина в округе Симмарон убил всю свою семью, а потом уехал». «Куда же они едут без денег?» «На запад, мэм, в основном. Запрыгивают на первый же поезд, который проходит через город». «Может, он вернется». Кассир вздохнул. «Еще никто из них не возвращался». Элса остановилась, выйдя из здания станции. Вскрыла письмо Рафа медленно, будто оно могло загореться. Слова на грязной и смятой бумаге кое-где расплылись. От его слез? «Элса, прости меня. Я знаю, слова ничего не значат. Может быть, только сделают хуже. Я умираю здесь. Вот и все, что я знаю». «Еще один день на этой ферме, и я приставлю пистолет себе к виску. Я слабый и сильная. Ты любишь эту землю и эту жизнь так, как я никогда не смогу полюбить. Скажи моим родителям и детям, что я их люблю. Вам всем будет лучше без меня. «Пожалуйста, не ищите меня. Я не хочу, чтобы меня нашли. Я все равно не знаю, куда я еду». У Элсы даже слез не было. Душевная боль так долго была частью ее жизни, что сделалась и частью ее самой, как цвет волос или легкая сутулость. Иногда она смотрела на мир сквозь боль, как сквозь линзу, а иногда боль служила шорами, которые она надевала, чтобы не видеть. Но боль никогда никуда не девалась. Элса считала, что сама повинна в этой боли. Она отчаянно пыталась докопаться до ее сути, но так и не смогла найти в себе дефекта, который был бы в ответе за боль. Родители видели его. Отец так точно. И ее младшие, более красивые сестры. Они все чувствовали, что Элса чего-то недостает. Лореда, конечно, тоже видят. Все, включая и саму Элсу, думали, что она проведет жизнь, как бы оправдываясь, спрятавшись среди нужд людей более ярких, чем она, будет обо всех заботиться, поддерживать в очаге огонь. А потом она встретила Рафа, своего красивого, обаятельного мужа с переменчивым характером. «А ну, подними голову!» — сказала она вслух. Ей нужно думать о детях, о двух маленьких людях, которые нуждаются в утешении после предательства отца. О детях, которые вырастут, зная, что отец бросил их в тяжкие дни. О детях, которых, как Элсу, сформирует душевная боль. Когда Элса добралась до фермы, она чувствовала себя медленно ломающейся машиной. Все в доме были заняты делом. Роус и Лоредо на кухне готовили пасту, а Энд и Тони в гостиной натирали маслом кожаную убрежь. С сегодняшнего дня жизнь детей навсегда изменится. Поменяется их мнение обо всем, но прежде всего о самих себе, о долговечности любви, о собственной семье. Теперь они всегда будут знать, что отец не любил мать и их самих настолько, чтобы остаться с ними в трудные времена. Что хорошая мать делает в таких обстоятельствах? Рассказывает жестокую, уродливую правду? Или лучше соврать? Если Элса соврет, чтобы защитить детей от эгоизма Рафа, а Рафа от их негодования, то пройдет немало времени, прежде чем правда всплывет, если они вообще ее узнают. Элса прошла мимо гостиной, где сидели Тони с Эндом, в кухню, где ее дочь месила тесто для пасты на посыпанном мукой столе. Элса стиснула худенькое плечико дочери. Ей так хотелось крепко прижать ее к себе, но, откровенно говоря, сейчас она не перенесет, если и дочь ее оттолкнет. Лореда отстранилась. «Папа, где?» «Да», — спросил Энд из гостиной. «Где он?» «Я хочу показать ему наконечник стрелы, который мы с дедушкой нашли». Роуса плиты солила воду в кастрюле. Она взглянула на Элсу и выключила горелку. «Ты что, плакала?» — спросила Лореда. «Глаза слезятся от пыли», — ответила Элса, заставив себя улыбнуться. «Дети, пойдите поищите картошку. Мне нужно поговорить с бабушкой и дедушкой». «Прямо сейчас!» — заныла Лореда. «Терпеть этого не могу!» «Прямо сейчас!» — ответила Элса. «И брата с собой возьми!» «Энд!» — вздохнула Лореда, отодвигая тесто. «Пойдём копаться в грязи, как свиньи!» Энза хихикал. «Я люблю копаться в грязи, потому что ты поросёнок!» Дети, шаркая ногами, вышли и захлопнули за собой дверь. Роус уставилась на Элсу. «Ты меня пугаешь!» Элса прошла в гостиную и налила себе виски из бутылки Тони. Отвратительный вкус, но она налила вторую порцию и залпом выпила. «Мадонна, Мия!» — ахнула Роус. «За все эти годы ты никогда виски не пила, а сейчас сразу две стопки!» Свекровь подошла к Элсе и положила руку ей на плечо. Тони отложил упряжь и встал. «Элса, что случилось?» «Это Раф!» «Раф?» — нахмурилась Роус. «Он ушёл!» — сказала Элса. «Раф ушёл?» — не понял Тони. «Куда?» «Он ушёл!» — устала, повторила Элса. «Опять в эту проклятую таверну? Я ему говорил...» «Нет, он уехал из Тополинова на поезде. Во всяком случае, так мне сказали». Роус во все глаза смотрела на Элсу. «Уехал?» «Нет, не может такого быть. Я знаю, что он несчастлив, но...» «Ради бога, Роус!» — покачал головой Тони. «Мы все несчастны. Вместо дождя с неба идёт пыль. Деревья падают мёртвыми. Животные умирают. Мы все несчастны». «Он хотел уехать в Калифорнию», — сказала Элса. «Я отказалась. Это была ошибка. Я собиралась поговорить с ним об этом, но...» Она достала из кармана письмо. Роус взяла письмо дрожащими руками и принялась читать, беззвучно шевеля губами. Когда она подняла взгляд, в её глазах стояли слёзы. «Суткин сын», — сказал Тони, прочитав письмо и смял листок. «Нечего было его баловать». Из Роус словно воздух выпустили. «Он вернётся», — сказал Элсу. «Он, как будто она была она». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...